Я помню рассказ Эдуарда Давидовича Ходоса о том, как он присутствовал за круглым столом, на котором разваливался Советский Союз. Половина стола, он сказал, это были нацисты украинские, тогда еще только начинающие, а половина стола Хаббат сидел, и он среди них был. Он сказал, я тогда еще не понимал, что происходит и в чем я участвовал. То есть они строили вот этот Хазарский Каганат, как он сказал. В 1991 году на Украине, вот Ходос называет это Хазарским Каганатом, можно сказать проще, это плацдарм для нападения на Россию. Почему нападать на Россию нужно? Если в историческом плане смотреть, Россия, собственно говоря, это центр, который всякие отщепенцы из столетия в столетие хотят захватить. Если ресурсы, которые принадлежат России, а это невероятные ресурсы для всей земли, попадут в руки стран, развивающихся по пути капитализации, частной собственности и так дальше, то фактически золотой миллиард уже начнет жить хорошо, а всем остальным останется протянуть ноту. Присутствие России на вот этих запасах земных обеспечивает справедливость их распределения сегодня и в будущем. Весь проект Украины готовился как нападение на Россию. Никакой самостоятельности для этого проекта не было. На сегодняшний день основная часть молодежи, на которую сделали ставку евромайдановцы, это манкурты, которые не помнят ни родства своего с Россией, которым это родство не нужно. Вот эта масса, она никому не нужна. И во-первых, она не нужна тем, кто ее сегодня использует против России. Как только она будет использована, ей дадут какую-нибудь жвачку, и чтобы она тихо там сдохла в своих офисах. А может быть и придумают какую-нибудь войнушку, как сегодня Киев посылает самых активных майдановцев, те, которые надеялись построить государство в Украине новое, сейчас на Донбассе в мясорубку. Потому что послать кого-то на чужую землю, в чужой дом убивать его семьи, это, конечно же, они нарываются там на противостояние, которое никогда не закончится и не иссякнет. Нет людей, которые отдадут свои семьи, скажут, ну ладно, мы уйдем, убивайте тут всех. Нет, конечно, то есть Киев же это понимает. Вот, и я надеюсь, что Новороссия не допустит ту же самую ошибку. Нам не нужно захватывать Киев, пусть они сами там перегрызутся. Нам нужно освободить свои города, и все. А там Галичина опускает, соединяется, пусть они сами, они сами себя доведут до могилы, они уже показали, как это нужно делать. Как они это умеют делать, только нас пусть не трогают, мы разберемся. У нас будет очень сильная армия, она у нас уже есть. У нас будет сильное руководство, которое докажет во всей этой каше, кто чего стоит во всем этом ужасе. Вот, смелое, достойное, мужественное руководство. И все, я уверен, что у Новороссии сегодня есть великая перспектива стать великой новой страной. И на основе справедливости, равенства, братства, вот этого всего, о чем, собственно, мечтают и все люди, и в том числе и такие вот чистые, искренние активисты Майдана, которые там еще в ноябре были. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...